Идею поддержало Министерство культуры Свердловской области. Акция направлена на популяризацию творческого наследия Павла Бажова. В своих книгах писатель неповторимым языком рассказал о красоте Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, гордых, сильных духам мастеровых. Его сказы были переведены на десятки языков мира, но переводчики отмечают практическую непереводимость произведений Бажова, связанную с двумя причинами – лингвистической и культурной. И где же, как не на Урале провести акцию, и почему же она называется Бажовская рябина? Это дерево любила семья Бажовых, и по мне, по информации, которую мы имеем от дочери, как она говорит, Ариана Павловна Бажова, и они у нас в учредителях в фонде, она сказала, что папа посадил рябину, и каждый вечер мы там пили чай, во дворе нашего дома на Гагарина в Екатеринбурге до сих пор эта рябина сохранилась, и папа, когда писал сказы, он нам их там читал. То есть это были первые слушатели, как люди, так и сама дерево. Такая, да, так сказать, славяне очень любят рябину, как вы знаете. В публичной библиотеке Новоуральска прошло открытие акции. Гостей приветствовал Сергей Полыганов, председатель Совета благотворительного фонда Бажов и директор библиотеки Татьяна Баумштейн. Символом 2020 года на Среднем Урале стал композитор Евгений Радыгин. И в декабре этого же года исполняется 70 лет со дня смерти Павла Петровича Бажова. Эти две фигуры, знаковые личности, имеющие большое значение для уральской культуры, объединились сегодня здесь, на нашей Новоуральской библиотеке, такой большой, грандиозный проект, как участие в областной акции «Бажовская рябина». Творческие номера, связанные с уральскими сказами, подарили коллективы Театра кукол, Дома культуры Новоуральский и учащейся детской школы искусств. Выставку работ представили воспитанники художественной школы, а сотрудники историко-краеведческого музея подготовили экспозицию, связанную с творчеством Павла Бажова. Отметим, что 2020 год объявлен в Свердловской области и годами Евгения Павловича Радыгина, советского композитора, почетного гражданина Свердловской области и народного артиста России. Во время встречи в Новоуральске гости и организаторы акции все вместе спели песню Евгения Радыгина «Уральская рябинушка». Известная мелодия объединила сердца всех, кто принял в этот день участие в акции. Песня «Уральская рябинушка» А после участники мероприятия высадили возле библиотеки рябину. На сегодняшний день в Свердловской области акцию поддержали уже 54 библиотеки, расположенные в Екатеринбурге, Ирбите, Новоуральске, Лесном и в других городах. Библиотеки Екатеринбурге